Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова. Я хочу продолжить серию видео, которых я запустила. Дело в том, что в предыдущем видео я рассказала о 15 секретах заработка в интернете, а также сказала о том, возможно ли это или нет. В конце я затронула такой нюанс, что работать нужно не отрываясь от дел, как и пишут многие в рекламах, рекламируя свою деятельность и зовя каких-либо людей в интернет, в работу, скажем так. Что же означает это такое вот не отрываться от своих собственных дел? Для меня это не то, что знаете, как секретом какой-то я сверхъестественный открывать буду для вас, я для себя, в первую очередь, его открыла и недавно поняла. А поняла я лишь ту простую вещь, что на самом деле у нас возможности сейчас не ограничиваются тем, что нам необходимо сидеть круглосуточно за ноутбуком. Это и есть преимущество того, что мы можем работать в любое удобное для нас время, как ночью, днём, вечером, утром, кому как удобно. И на этом ни у кого никаких границ нету. Так вот, я хочу ещё сказать о том, что мало того, что мы можем работать в процессе, когда нам удобно, мы можем это делать с современными гаджетами, не только ноутбуками и сидеть за ноутбуком. Нам добровольно помогают гаджеты, то есть это всё время под руками у нас телефон. И он реально помогает. Я сейчас скажу такую вещь, что многих людей мотивирует действия других людей. То есть, смотря на других людей, мы идём за другими. Так вот, мы идём за другими, смотря на что? На как раз-таки их путешествия, их действия, их достижения. То есть, эти люди уже точно не отрываются от своих дел. Они просто живут. Выработав некоторую систему, которую предлагают другим людям и которые пользуются ею же, они уже едут путешествовать, кидают нам фотографии, которые нас мотивируют. Вот, не замечали ли вы когда-либо это? Вот, если вы замечали, вы можете просто выключить это видео и не засорять себе мозг другими какой-то информацией, другой какой-то, то есть мною и моим мнением. Но для меня недавно открылась эта простая, казалось бы, истина. То есть, высшие группы бизнеса едут куда-то в Сингапур, едут на Бали, едут в Индию, Турцию, Египет, ещё какие-то другие страны и фотографируют нам оттуда красоты. Также говорят о том, что вы этого можете добиться. Да, на самом деле можем добиться, но пока мы работаем, мы мотивируемся. То есть, они уже там, они просто ловят кайф от того, что они делают, и они кидают информацию, люди к ним в процессе всё равно идут. Так вот, мы можем так же работать. И я недавно это поняла сама на себе, что, идя куда-то, вы можете снимать видео, включаться в прямые трансляции, кого-то при этом обучать. Пожалуйста, круг неограниченный в действии ваших. Вы можете дома сидеть, более усердно подготовиться, но мозг у вас работает всегда, не в зависимости от того, что вы в процессе делаете. Естественно, если у вас нету каких-то прямых обязательств, где-то что-то быть и что-то говорить. Поэтому включайтесь в прямые трансляции всегда, обучайте других людей чему-то новому. Обучайтесь сами, делайте это на ходу, работайте так же на ходу. То есть, вы, имея телефон, я на 100% уверена, что вы имеете и в телефоне определённые доступы к необходимым вам приложениям. Они облегчают нам задачу. Не идите, играйтесь там или ещё что-то делайте в телефоне, а вы работайте с приложениями и с тем, что нам глаголят наши технологии. Допустим, у меня есть телефон, но он не поддерживает некоторые нюансы инстаграмского прямого эфира. Почему-то, не знаю почему, но многие на это жалуются. Но это мне не запрещает снимать ВК, мне не запрещают снимать Одноклассники, мне не запрещают снимать Фейсбук, а также записывать видео. Так что, ребята, пока это актуально, пока это работает, будьте, как это будет всегда работать. Будьте на связи всегда, едите в горы, снимайте, фотографируйте. Вы будете мотиватором. Едете на море, снимайте, фотографируйтесь, вы будете мотиватором. Едете в другие страны, вы тем более будете мотиватором. То есть работайте безотрывно, а наоборот, показывая свою жизнь, вы привлекаете к себе внимание. И тем самым вы заработаете себе результат, репутацию, необходимую трафик, который придёт к вам на вас, на ваше лицо, на ваш бренд. Всего вам доброго, всего хорошего. На связи с вами была Юлия Жукова, всегда рада. До встречи.